Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Аминь! Слава Иисусу! Слава Иисуса! Слава Иисуса! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисуса! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисус! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисус! 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 И пока они слышали голос Божий, и они повиновались этому голосу, все шло хорошо. Но однажды, вы помните эту историю, они решили немножечко Бога задвинуть. И после этого момента, как сказал один проповедник, когда я встречу на небесах Адама, я ему все скажу. Да? После того, как они перестали слушать Бога, и муж и жена, вы помните, чем это закончилось? Да? Один, они были изгнаны из рая, они были изгнаны из этой близости. Один сын убил другого сына. То, что мы сейчас видим на земле, да? Все это произошло просто с одной семьи, которая решила однажды не послушаться Бога. Но послушайте, какая великая радость, когда мы слушаемся Бога. Аминь. И я хочу сказать, что вся Библия, это история помазанных семей. Это история Ноя. Без Ноя мы бы вообще здесь не сидели. Кто понимает? Ты знаешь, что твой прапрапрадедушка Ной? Потому что только Ной выжил. Благодаря тому, что он вместе со своими сыновьями строил ковчег. Это семья Авраама, благодаря которому ты сегодня благословен. Ты знаешь, что ты благословен из-за Авраама? Потому что Бог сказал, я благословлю все племена земные только из-за одного парня, из-за Авраама. Аллилуйя. Мы сегодня имеем классное прославление из-за семьи Давида. И мы сегодня говорим, мы строим скинию Давидову. Кто понимает? Бог строит свое царство на помазанных семьях. И если хотите, я верю, что пробуждение в России это пробуждение христианских семей. Я верю в это всем своим сердцем, когда муж и жена вдвоем согласятся почитать Бога в своем доме. Не будут держать Бога на лестничной площадке. А откроют свои двери и скажут, Иисус, заходи. Хотим с тобой. Хотим вместе быть с тобой. Аллилуйя. Давайте еще Иисусу подарим славу. Бог так благ. Бог так милостен. Итак, в католическом катахезисе написано, семья это домашняя церковь. Иудеи говорят, семья это малый храм. Лев Толстой однажды написал в Крейсеровой сонате, у него есть такой замечательный один герой, говорит про разводы, что так много разводов в мире. И он говорит, не разводятся только те, для которых семья это таинство Божие. Вау. На самом деле очень глубокая мысль. Аминь. Не разводятся только те, которые понимают, что это не просто мы с тобой сошлись, и пока мы друг друга удовлетворяем, мы вместе. Да? Не удовлетворяем, разбежимся. Но Иисус говорит, что Бог сочетал того человек, да не разлучает, потому что Бог между ними третий. Аминь. Это таинство. Это таинство. И знаете, вся семья стоит на откровении. Мы сегодня говорим с вами об откровении. Написано, знаете, есть хорошее место, которое говорит нам, без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Новый перевод говорит, где нет откровения свыше, народ распоясывается. Но счастливы те, кто хранит закон. Итак, оказывается, необузданность, распоясанность в семье, вот эта грубость, крики, оры, ссоры, разводы, это причина лишь одного. Нет откровения, что такое семья. Так или нет? И знаете, откровение, это похоже на открытие. Знаете, вот я так рад, что я приехал в Омск, прилетел на самолете. Представляете, я так рад, что избрели самолет. Правда? Раньше апостол Павел куда-то собирался, говорит, надеюсь, к зиме буду у вас. Я так рад, что на свадьбу Вани я не собирал повозки, знаешь, там за месяц из Петербурга, знаешь, нанял ямщика, там, пошли родимые. И может быть, через месяц приедем. Ну, послушайте, я так рад, что три часа из Петербурга, да, в Омске, да, то же самое, знаешь, в нашей, касательно семьи. Когда у тебя получают, ты получаешь откровение, ты вдруг поднимаешь, а что так можно было? А что, можно было счастливым быть в семье? Да нужно, аминь. А что, можно наслаждаться в семье? Да нужно наслаждаться в семье, аминь. А что можно сделать в семью, местом присутствия Божьего? Да это необходимо сделать. Чтобы Иисуса было много в твоем доме, аминь. Чтобы присутствия было много в твоем доме, аллилуйя. Итак, откровение, скажи откровение. Скажи, Господь, дай мне откровение о семье. Дай мне откровение о тебе. Аллилуйя. И знаете, когда я молился, я спрашивал себя, с чего начинается семья. И знаете, я услышал в духе, семья начинается с покаяния. Знаете, слово покаяние, это не просто, Господи, прости меня. Кто понимает? Это намного глубже. Покаяние, если мы будем смотреть, это метаноя. Это ноя, это разум, мета выйти за рамки, выйти из своей коробочки. То есть, изменить свое мышление. Семья начинается с покаяния, это когда двое, муж и жена, они изменили свое мышление, для того, чтобы Царство Божие вошло в их дом. Аминь. Итак, если бы мы буквально смотрели по Катиси, и бы приблизилось Царство Божие, как бы это выглядело в наши дни на наши слова? Это измените свой ум, потому что Царство Божие от вас на расстоянии вытянутой руки. Аллилуйя. Измените свои мысли, измените свои привычки и входите в Царство. А как описывается Царство? Смотрите, Царство это праведность, мир и радость. Аллилуйя. Давайте скажем, праведность, мир и радость. Слушайте, нравится такой сценарий, а? Кому нравится, кому хочется чаще улыбаться? Кому хочется чаще смеяться в своем доме? Еще и в Божьем присутствии. Кому хочется, чтобы в его семье было Царство Божие, праведность, мир и радость? Ты бы этого хотел? Ты бы этого хотел? Такие серьезные лица. У нас с мужем такие серьезные отношения, что мы уже целый год не смеялись. Смейтесь, друзья, смех от Бога. Бог сотворил смех. Аминь. Бог сотворил. Если уж для кого-то Бог сотворил смех, то точно для себя в первую очередь. Аминь. Если Бог для кого-то сотворил вообще радость, эмоции, прочие моменты, то это исключительно для себя, а потом уже для других. Потому что написано, что когда мы теряем радость, мы теряем силу. Аминь. И радость в Господе сила наша. И поэтому радость это самое атакованное в церкви. Потому что дьявол всегда старается, чтобы мы, знаете, радовались где угодно, только не в церкви. Знаете? Но когда приходит Иисус, мы понимаем, радость это привилегия верующих. Аминь. Как наш пастор говорит, смех без причины признак христианина. Аллилуйя. Он так немножко изменил народную мудрость, как Марсин Лютер. Переделал. Аллилуйя. И давайте мы подумаем о том, как нам это сделать. Как нам это сделать, чтобы нам изменить наше мышление. Ведь кто понимает, мы пришли из трудных семей. Знаете, если вспоминать наше детство с моей женой. А все мы родом из детства. Знаете, она пришла из семьи, где просто там был такой трэш. Там было и физическое рукоприкладство, и унижение. И ее называли дуры, и называли разными грубыми словами. И она, когда мы женились, я просто почувствовал, что там такой багаж. Понимаете? Когда моя семья, это знаете, это тоже как... Я жил, знаете, как в Камбодже, всегда на военном положении. Не знал, откуда прилетит. То от папы, то от мамы. Я просто понимал, что надо просто прятаться в комнате, пока все не уйдут. Потом, когда все уйдут, я как Коля шел к холодильнику. Аллилуйя. Потому что я понимал, дома из комнаты выходить опасно. Потому что там тоже было много-много всего. Отец выпивал, прочие, многие были жесткие очень моменты. И вот мы встретились, я и моя жена. Как вы думаете, что мы принесли в свою семью? Конечно, мы принесли то, от чего бежали. То, от чего бежали. Мы принесли туда наши семьи. И, конечно, заискрило так, чтобы мама не горюй. И я буду честен с вами. Было непросто моментами. Было очень непросто. Но послушайте, что должно произойти? Покаяние. Аминь. Покаяние. И вы знаете, рождение свыше, вообще, это такая старая история, рождение свыше. Про рождение свыше говорил не только Иисус, но еще даже до Иисуса, и это называли так. Человеку нужно родиться заново при жизни несколько раз. Да, говорили раввины. Он должен родиться как сын, потом он должен родиться как муж, потом он должен родиться как отец, ну и потом, конечно, как дедушка. Халлилуйя. И каждое рождение будет связано с болью. Потому что каждое рождение это переход на новый уровень. Аминь. Я когда покаялся, знаете, я до брака шесть, еще какие шесть, восемь лет было. Я подумал, какой я хороший христианин. Как у меня все ладится. Вот сейчас я точно знаю, что я иду на небо. И вдруг бац! И поженился. Я подумал, боже мой, что со мной? А Бог просто на тюбик надавил. Знаете, что было внутри, то и полезло. Только я научился жить с женой нормально. Думаю, какая у нас хорошая семья. Какая благодать. Вдруг баф! Ребенок рождается. Боже мой. У жены гормональный взрыв. Я этого не понимаю. Знаете, пытаюсь урегулировать ситуацию своими мужскими брутальными методами. Да? Ничего не выходит. Потом второй, третий, четвертый. И знаете, что я понял? Аллилуйя. Без Духа Святого тут не разберешься. Аминь. Тут без Духа Святого просто вообще будет короткое замыкание. И знаете, как это выглядит? Вот он и она, не знаю, да, пришла из прошлого. Смотрите, муж и жена, они должны покаяться. Что это значит? Они должны креститься. То есть, в водах крещения должен умереть вот тот старый прошлый человек, да, с его прошлым. Но крещения мало, потому что Иисус говорит, крестите их. Что он имел в виду? Только водой крестите? Нет. Нет. Крещение я. Есть крещение я. Это крещение водой, духом и огнем. Аминь. Мне кажется, огонь это прямо про семью. Аллилуйя. Муж и жена погрузились в воду. Вышли из воды. Старое прошло. Теперь нужно прошивки обновить. Аминь. Поставить последние прошивки Царства Небесного. Аллилуйя. И Дух Святой перепрошивает наши мозги. Мужа и жены перепрошивает. Для того, чтобы мы стали уже новым творением во Христе Иисусе. Новым творением во Христе Иисусе. Чтобы плоды Духа проявились. Любовь. Долготерпение. Милость. Но правда в том, что... Сейчас мы поговорим об этом. Что же нужно, чтобы это было каждый день? Потому что ты понимаешь, что семья это то здание, которое ты будешь строить всю жизнь. Не бывает такого. Скажешь, все, я построил семью. Потому что только ты ее построил в среду, в четверг чувствуешь, что-то опять все падает, рушится. Надо снова бежать к Иисусу. Поэтому ты понимаешь, что вчерашние уже твои откровения, вчерашняя манна уже не работает. Каждый день нужно заново, как новая вселенная, как новая жизнь, нужно снова завоевывать мужа, снова завоевывать жену. Аллилуйя. И вот три вещи, на которых бы я хотел обратить внимание, на которых стоит вся семья. Первая вещь. Это молитва и слово. Скажи молитва и слово. Ты спросишь, почему? Ну мы знаем это. Зачем ты это об оценном говоришь? Но знаете, обычно все гениальное просто. И иногда все самое простое, оно чаще всего игнорируется. Послушайте, знаете, я так Богу благодарен, что когда я еще только пришел в церковь, Бог дал мне такое, знаете, побуждение уделять Богу хотя бы час молитвы в день. Потому что я прочитал книгу Бенни Хина «Доброе утро, Дух Святой». И он такой кинул челлендж такой всем христианам. Он говорит, я вообще не верю в христиан, которые молятся меньше одного часа в день. И знаете, я не знал, я не знал, что можно меньше. Я просто воспринял это на веру и подумал, окей, хорошо, Бенни. Он говорит, просыпаешься, говоришь, доброе утро, Дух Святой. Идешь и молишься. И знаете, я молился там, аллилуйя, это было прекрасное время. И знаете, я молился час, соседняя комната была родительская, и там, точнее, спала мама, мой брат, сестрой. Замка в двери, у нас была смежная дверь. Иногда, когда я уже входил в выступление, такой, аллилуйя, там уже, короче, в этой дырке из-под замка появлялся такой тревожный мамин глаз. Вот. И там уже, дай спать, Витя! И крики, знаете. Знаете, вот, папа шел по коридору, говорит, опять, видите, что-то шаманит у себя, знаете. Вот. Однажды мама зашла ко мне в комнату, когда я молился. Я почувствовал присутствие сначала, потому что я не видел ее. Я просто уже был весь в слезах, там, знаете, на коленях, и вдруг чувствую присутствие, но не Божье. Поворачиваясь, мама говорит, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Знаете, и вот такие комментарии проходил я. Но я хочу сказать, но когда я научился молиться, знаете, я научился молиться, я увидел, что это стало основанием даже для моей жизни в браке. Аминь. Потому что если ты научился молиться до свадьбы, то ты со всеми своими вопросами бежишь к Богу. Аминь. Ты бежишь к Богу, да? Это не просто там к психологам, которые что-нибудь тебе насоветуют, скажут, ой, да у тебя муж абьюзер, слушай, там, да, или жена у тебя. Сейчас такие модные слова появились, такие поводы для разводов интересные. Я прямо смотрю, некоторые христиане не изучают поводы для разводов, да? Это ужасно, друзья мои. Аминь. Давайте мы просто будем искать поводы для того, чтобы быть вместе. Аллилуйя. И вот послушайте, если ты научился молиться, если ты научился молиться, если твоя жена молящаяся, это значит, что даже если у вас будет какая-то, не знаю, там, ссора, или проблема, или еще что-то, да вы разбежитесь по комнатам. Вы войдете в свою комнату, и знаете, что первое, что скажет Бог тебе? Иди прощение, прощение, прости. Иди прощи, это, проси прощение. Субтитры сделал DimaTorzok